Многие любят шаурму и гамбургеры, но мало кто знает, где в Украине готовят мясо для этих продуктов. Латифунтист сегодня в Полтавской области, в гостях у Скотт Смит. И начнем, пожалуй, с дегустации. Слушайте, бесподобно вкусно. Я пока буду кушать, а вам предлагаю посмотреть, как все происходит на производстве. Андрей, знаем, что любовь к стейкам привела к идее создания этого предприятия. Расскажите вообще в истории предприятия уже существует 8 лет. С чего все начиналось? Начиналось в 2012 году. Приехал сюда посмотреть производственную площадку. То, что вы сейчас видите, это, скажем так, уже плюс 90% к тому, что было. Так как я занимался мясом, трейдингом мяса, мне захотелось, чтобы была вертикаль бизнеса. От производства до реализации. Вот, в принципе, с этого и началось. Сначала мы хотели делать экспортные партии, хотя бы 20 тонн в неделю отправлять. На сегодняшний день? На сегодняшний день мы можем забить в день и охладить, и переработать 120 голов крупного рогатого скота в сутки. Вы больше работаете на экспорт? Насколько я знаю, 65% у вас где-то продукции идет за рубеж, а остальное на внутреннем рынке. Абсолютно верно. Так и есть. И сейчас мы двигаем это в сторону паритета, хотя бы, чтобы 50 на 50 был внутренний рынок и внешний. Если все мясо взять за 100%, 5% потребления украинцев составляет говядина. Традиционно для украинцев говядина не была никогда едой. Корова, которая стояла, там, 10 или 15 лет давала молоко, потом уже физиологически она это делать не может. Ее забивали и, соответственно, получали мясо, которое там сутки варилось, оно все равно было жесткое. Сейчас технологии меняются, технология содержания от корма и так далее. Скот, который забивается, он достаточно моложе, 2-3, 4 года, 5. Поэтому, соответственно, и вкусовые качества мяса уже другие, оно становится мягче. Больше понимают, что меньше холестерина хотят получать. Потребитель приходит к тому, что ему говядина тоже вкусная. Я думаю, что эта доля должна увеличиваться. Я на самом деле в это верю и все для этого делаю. Производство говядины вообще в прошлом году снизилось на 20%. Как у вас с сырьем? С сырьем действительно есть проблемы. Мы покупаем на рынке, мы отбираем тот скот, который мы хотим, но, скажем так, выбора большого нет. И это есть проблема, потому что именно мясное скотоводство на сегодняшний день не калькулируется для украинского потребителя. В основном это идет, ну, забой уже молочное стадо. Наверное, для многих это будет шок, но это так и есть. Это тоже мясо, это отличное мясо, которое мы нужно употреблять. Нужны государственные программы для поддержки фермеров, для поддержки, для развития животноводства. Тогда будет выбор, тогда будет сырье, будет больше, чем работать. Где вы берете сырье? Скот покупаем по всей, ну, центральная, восточная Украина, северная Украина. Ну, те предприятия, у которых есть партия, чтобы ее отгрузить, да, там, ну, хотя бы там, условно говоря, 10 голов у них, они там могут сдать 20, 30, 40. Скотовоз берет, там, окей, средняя цифра, там, 37-40 голов. А что касается качества продукции? Есть критерии, по которым мы отбираем этот скот. То есть это упитанность его, вес его, ветеринарный статус, который мы озвучиваем фермерам. И под эти параметры подбираем скот. Когда мы знакомимся с предприятием, мы выезжаем и смотрим на него, как, в каком состоянии животное, как, как, там, непосредственно сами фермеры к ним относятся. Потому что, если там будет, ну, недоверительные условия, то нам такой скот не нужен. Ваша доля на рынке в прошлом году была 2%, но, тем не менее, вы попали в десятку топов. На данный момент сколько? Есть уже какие-то цифры? Ну, год еще не закончился. Давайте там цыплят будем уже по осени, хотя осень, но закроем год, будем смотреть. Наша доля действительно небольшая на рынке, потому что мы внутренним рынком практически не занимались вообще. И это активные действия наши пошли только вот с апреля месяца по внутреннему рынку. Поэтому, ну, посмотрим. Было не востребовано или какие еще причины? Было более интересно работать на внешние рынки. Это была, скажем так, для нас можно так назвать теплой ванной. Было удобно, есть партия, ты забил, согласно заказу сделал разделку. Сразу отгрузка, если это автомобиль, там, 20 тонн, если это контейнер, это 25 тонн. Партия уезжает, все. Внутренний рынок, это более сложно, но более стабильно. Это отгрузки, там, 15, 20 килограмм, 100 килограмм, тона. Вы понимаете, да? Сколько партий нужно отгрузить по 100 килограмм, там, или по 500 килограмм, чтобы собрать 25 тонн для отгрузки. Вот поэтому, в принципе, наш выбор был очевиден в сторону внешнего рынка. То есть на внешнем рынке нашу продукцию знают уже, там, с 2015 года на внешних рынках. И торговая марка Скотт Смитт наша тоже раньше была известна, раньше стала известна на внешнем рынке, чем на внутреннем. А куда поставляете продукцию? География не такая обширная, как, там, производители мяса птицы, но я считаю, она достаточно интересная, она может расширяться. У вас в планах, и это не секрет, да, в будущем построить свою какую-то ферму, выращивать для собственных нужд? Очень хочется, не для собственных нужд. Мне нравится фраза такая, для того, чтобы поесть меда, не обязательно заводить пасеку. Но, скажем так, это сырьевая безопасность. Хотелось бы хотя бы на 30-40% перекрывать потребности производства. Для этого, ну, поставить по голове порядка 4 тысяч голов было бы неплохой бы. Мы, скорее всего, запустим этот бизнес. Ну, это мои мысли на сегодняшний день. Как будет дальше, какая будет экономическая ситуация в стране, будут ли у людей деньги, да, там, нам покупать говядину. Я надеюсь, что будут. Я, там, оптимист по жизни и уверен, что будет все хорошо, но это бизнес. И больше сейчас хотим делать продукции с добавленной стоимостью. То есть меньше сырья для B2B бизнеса, а больше для B2C. И поэтому супермаркеты, поэтому больше готовой продукции. А с кем сотрудничаете на внутреннем рынке? На внутреннем рынке у нас на сегодняшний день есть в ритейле, это метро-сеть. Мы там находимся. И у нас есть очень хороший партнер. Это Мироновский хлебопродукт с мясомаркетами. Да, со своим проектом мясомаркеты и донор-маркеты. В мясомаркеты мы поставляем говядину, для донор-маркетов мы делаем бухту из говядины. Из говяжьего сырья мы сегодня это увидим на производстве. Что касается ассортимента продукции, вы с чего начинали? Сколько было в линейке? В линейке сначала у нас были охлажденные полутушие четверти, потом они были замороженные. И уже, наверное, два с половиной года мы делаем обвалку полностью мяса. То есть классически это может быть 7-8 из каю таких основных. Или же, если плотно пойти, то это где-то 22 куска можно выделить из туши разных. Плюс субпродукты первой и второй категории. На фейсбуке смотрела, вы сказали, что собираетесь вводить еще альтернативную линейку. Что это значит? Для нас стейк это классический рибай самый известный в мире. Это стриплоин, он же Нью-Йорк. Это тибоун стейк, стейк особука, все. Но есть куча других частей, в окороке, в лопатке, в шее, которые можно выделять именно по мышечному, порционно делать. И это будет альтернативный стейк, который будет ниже по стоимости, чем рибай. Но при правильном приготовлении он не будет уступать по качеству, по вкусовым характеристикам. Какие-то ресторанные комплексы с вами работают сейчас? Да, работает, конечно. Мы работаем с Эмстейкхаус, мы работаем с Биф энд Вайн, мы работаем с Гуд Вайном, поставляем продукцию. Они для своей кулинарии используют. А как вы выбирали имя для своей торговой марки? И много ли времени на это ушло? Это был вообще-то интересный момент. Решение было, продукт должен иметь имя. Без имени это мешок сахара, образно говоря, который кто-то рассыпет в свой пакетик и продаст уже со своим именем. Поэтому решено было сделать бренд, юридическое название нашей компании «Лубное мясо». И не совсем на всех рынках оно хорошо звучит. И для меня там был, я когда-то эту историю рассказывал, пришел человек к нам на работу устраиваться и говорит, извините, но я не хочу работать в компании с названием «Лубное мясо». Для меня это было обидно и так далее. Но это окей, это наше юридическое название. Мы его придумали там за ровно за 15 минут, когда приехали в Лубное и решили заниматься тут мясным производством, то это было очевидно «Лубное мясо». Подключили агентство. Нам предложили три варианта. Из трех вариантов, которые мы сейчас взяли, мне он, Скотт Смит, мне тоже он не понравился. Еще какие-то были, там мою фамилию использовали. Я уже даже не помню, как она там подключалась. Скотт Смит. Я такой, не, не понравилось, надо подумать. На следующий день я звоню, ребята, нам Скотт Смит подходит. Не знаю, ну, очень легко все объяснить, почему Скотт Смит, Скотт, да? Оно как имя идет, но Скотт, это Скотт, который там, крупно-рогатый Скотт, который мы используем. Смит, приставка, просто игра слов «мид», приставка «мид» и «эс» приставка. Получилось Скотт Смит. Мы позвонили своим партнерам на внешних рынках, сбросили им это название, чтобы они прочитали, чтобы они посмотрели, ну, нет ли никакого там неправильного созвучия на других рынках. Подтвердили все, мы утвердили это название и пошло. Это грязная зона, в которой происходит забой скота. Его подготовка уже непосредственно для перевода в чистую зону. Это ветеринарный пост. Здесь проверяют внутренние органы все. Скажем так, ветеринарное состояние животного. В каком статусе оно есть. То есть сначала перед забоем визуальный его осмотр, там умирение температуры. Здесь ветеринары работают. Здесь туалет, тушь, дочищают. Ну, какие-то там кусочки, которые висят. Там называется, ну, как бы туалет делают. То есть, чтобы красиво все было. Слушайте, а шкура куда идет? А шкура на макросол засаливаем и потом на кожные заводы. Узел распиловки, кишечный цех, шкуросъемка, забиловка, распиловка грудной кости и сам бокс забоя. Бокс чуть-чуть под углом стоит. Вот почему он так стоит? Потому что животное должно, там, при коляльном забое, оно должно быть направлено головой на меку, где мека находится. То есть, когда мы его монтировали, компас есть, который показывает, где находится мека, и именно этот угол, он определяет, что животное смотрит на меку. И боец, который забивает его, он произносит молитву и делает забой. Это наша лаборатория заводская, в которой мы делаем анализы после забоя ветеринаров. У нас 5 наших и государственных ветеринарных удачек. У нас внедрён ХАСП, ну, система ИСУ-220-2018, которая в себя включает ХАСП. И мы его каждый год подтверждаем. И согласно всех этих стандартов, мы выпускаем продукт. И, соответственно, ну, то есть требования по количеству ветеринаров, по количеству точек ветеринарного контроля, мы обязаны выполнять. Это цех обвалки мяса. Сколько здесь людей работает в смене? На смене сейчас, тут сейчас 12 человек работает. Вообще на 18 человек рассчитано на смену. А сколько смен? Сейчас работаем в одну смену. Норма на человека идёт на каждого бальчика 2 тонны в день. Он должен сделать. Какая за температура? Не жарко? Вообще не жарко. Не должно быть жарко. Климатическая система у нас есть, которая поддерживает температуру. Но это больше летом нужно убить. Сейчас, я думаю, плюс 7 можно будет посмотреть. Вот термометр там есть. Вот туша попадает на разделку. То есть её сейчас целую. Просто будет неудобно сразу кигать, потому что она тяжёлая, там 140 килограмм, условно говоря. Разделят частные части, там, шейно-лопаточные от труб, потом рёберную часть, потом заднюю часть и будет попадать сюда на конвейер. Здесь обвалщики каждый свою операцию выполняет. Они делают крупный кусок, то есть обваливают его с кости, кости внизу, мясо посредине, ящики подаются сверху и попадают на жиловщиков. Дальше здесь уже непосредственно по категорийности распределяется мясо, да, там. Жир отдельно, второй сорт, условно говоря, первый и высший. Это будут риба и стриплоин, и вот чётко эту мышцу видно. Дальше мясо, которое уже там выбирает, приезжает и попадает на упаковку. На упаковку это голень без кости, фланги лежат, это стриплоин, тут голяшки тоже. А можно из-за него посмотреть? Вот, стриплоин. То есть ваша маркировочка, и потом там ещё будет... Вес, вес, дата, да. Всё оно будет запаковываться, мы перейдём потом в упаковочный цех, оно перемещается, и там уже непосредственно упаковываются вакуумные машины. Кости собираются, то, как я вам говорил, мы их отправляем на Лисичанский желатиновый завод. Вот то, что мы делаем продукт, это на заказ, это... Сахарная косточка. Сахарная косточка, условно говоря, да. Здесь находится жир внутри неё. То есть это классно там для ресторанов, для подачи, для дома, если кто любит. Есть гренки какие-то там из хлеба, да, сделанные. Соль, перец, какую-то траву добавить в духовку, запекаешь, и потом ложечкой это всё, как паштет намазываешь, это шикарная закуска. Тем более в холодное время жирные продукты надо кушать. А вы говорите, что, допустим, за рубежом это деликатес? В Испании это вообще их блюдо всегда. Есть вот открыть испанскую кухню, вот кость готовят медальонами. Её можно, я не знаю, как там сложить, условно говоря, да. Когда вот так нарезать, она будет медальоном идти. То есть можно медальончиками запекать. Это у нас уже созревший отруб, рибай. Зачем выдерживать мясо? Для того, чтобы созревание мяса, выдержка идёт, чтобы мягче была структура, оно более насыщенное становится и так далее, по вкусу, и более мягкое. Это украинская говядина, вы сами видели, да, что это процесс очень... Вот за такой бы кусочек многие бы рестораны побились бы. Я сразу говорил, что он будет очень мраморный. Ну вот, условно говоря, нам надо 3 сантиметра, это где-то вот так, да. Вот будет такой стейк. Оливковое масло, соль, перец. Пять минут с каждой стороны и готово. Шикарно. У стейков есть, скажем так, градация, да, choice, prime, ну, select, prime, choice, да. Это вот высшая, там, я считаю, категория с такой сеткой, с таким поливом. Будет реально вот так вкусно, особенно когда будет жариться, вот этот говяжий жир будет такой запах давать. Для продаж через наш интернет-магазин мы отбираем лучшие стейки, которые идут, потому что, ну, условно говоря, до магазина еще мы эту линейку не довели. Мы сделаем обязательно премиальную линейку для магазинов, чтобы более широкий процент, ну, там, охват людей мог там получить эти стейки. Потому что нам пишут наши, там, потребители, покупатели, это почему в метро, ну, нету таких стейков, которые у вас на фото, там, на сайте. Потому что в метро есть, там, одна цена на группу Rebuy, ну, вот, там, которую завели. Заведем, там, Rebuy Prime, какую-то упаковку другую, там, сейчас мы ее разрабатываем, и оборудование заказали должно прийти, и мы будем в скин упаковку это все упаковать. Ну, скин, это, значит, будет подложечка, и обтянут будет этот стейк полностью, там, ну, как бы по своей форме, пленкой. И тогда это уже будем заводить в высшую категорию. К Новому году будут? Так уже есть. Ну, в смысле, на прилавках. На прилавках будут, конечно. Они всегда есть, только нужно выбирать, да. Это, ну, я бы очень хотел, чтобы каждая мышца была вот такого качества. От чего зависит? Там, от кормления? От генетики, от того, как кормили, чем кормили, сколько получало клетчатки, сколько получало там зерна, да, больше. Вот это важно. Вот с этого все там складывается. Ну, и важно тоже генетика. Какие породы наиболее подходящие для стейков? О, ну, самый такой популярный, это блэк ангус, черный ангус. Но на самом деле, как показывает уже практика, да, там, иногда приезжает ангус, и там нет мраморности вообще. А иногда приезжает там сементал, галштин, это хорошее, и там хорошая мраморность и так далее. Скорее всего, генетика и кормление, это все вот в сочетании дает хороший результат. А если не секрет, сколько сейчас стоит килограмм вот живого веса, или как у вас считается? Ну, смотрите, на сегодня живой вес 42-44 гривны. Плюс-минус. На выходе сколько из туши можно получить стейков? Из туши? Ну, вот смотрите, если здесь мы раз, два, три, четыре, пять, десять здесь, это мы заребаем, да, десять здесь, это половина, двадцать стейков из туши. То есть, вот эта часть там со стриплоином и вырезка, они суммарно занимают там от пяти до семи процентов туши. Все остальное, это уже товарная говядина. И поэтому эти, из-за того, что этих кусков мало, они стоят дороже. так, сейчас делают котлетку, это формовщик для котлет, можно любую форму одевать и будет любая форма выходить. Сейчас, сейчас мы делаем котлету, диаметр 120, толщина один сантиметр, вес котлеты 120 грамм. А сколько там за минуту вылетает? Сейчас небольшая скорость стоит, 6000 час. Но это не так много, 6000 по 120 грамм, это 720. А по статистике, знаете сколько украинцы кушают бургеров? Знаю. Где-то тысячу тонн котлет бургерных в Украине съедают. Это за сколько? Поэтому оборудование должно быть намного помощнее. Это, условно говоря, ну как бы, он справляется с теми потребностями, которые нам необходимы сделать. Будет больше, поставим другое оборудование, будет много котлет. Уже слышите, запах перца есть немного, да, потому что для котлеты используется подготовленный фарш, загружается в бункер, формовочная машина делает саму котлетку, это вот, что ни на есть, котлета для бургера. Класс. Ничего, соль, перец, говядина. А специи? Соль, перец. Да, да, украинские, конечно. По этапам, да, у нас есть фарш, который загружается в бункер, с бункера подается на формовку. Это фаршемешалка, здесь мешается фарш, это волчок, она же мясорубка, которая, которая делает фарш, перекручивает мясо и выдает фарш. Вакуумный массажер на 275 литров. Там маринуется мясо, оно нарезается, слайсируется, сюда вместе со специями. Со специями. Как бетонамешалка такая? Условно говоря, да, только с вакуумом. Вот ее процессор стоит, одевается, это крышка, вот сюда откачивается вакуум и все, и маринуется. И сколько? Где-то час 20 маринуется, продукция сама. А, так вот как это делается. Да. Вот так начинаются бухты, там формируют основу и дальше потом одевают слоями мяса. Они такие тоненькие, там сколько? Где-то 2-3 миллиметра кусок слассируется на 2-3 миллиметра. То есть отжилованное, жилок нету, соединительных тканей нету. Отдельно прокладываем жиром, говяжий жир, для того, потому что говядина сама по себе без жира будет очень сухая, будет невкусно. И сколько здесь вес получается? Бухты сейчас делаем в основном 5 и 10 килограмм. Это то, что у вас заказывают МХП? Это то, что у нас заказывают, да, говяжий продукт для проекта Донор Марк. Здесь упаковочный цех, Фасовочный? Да, здесь фасовочный цех. Продукция, которая с конвейера упаковывается в пакет, непосредственно она перемещается сюда, здесь запаивается, вот вакуумные машины стоят, формируются поддоны и в камеру хранения, дальше там уже под задачи, что охлажденные, что замороженные и так далее. Продукты эти уже готовы, это уже формируется куда-то к отправке. Вот эти части, это все пойдет по Украине реализация, вот это, что здесь видите, это будет идти в заморозку и будет готов, партия готовится на экспорт. Сколько тут за смену фасуется? За смену фасуется где-то 7-8 тонн сейчас, можем больше пока сейчас, но это тот но у вас вообще мощности где-то 25 тонн, 25 тонн, да, 25 тонн мы можем переработать, это ну в том виде, в котором сейчас есть оборудование, оно стоит, камеры позволяют с этим справиться, здесь может храниться 40 тонн продукции, вот как раз бухты, которые мы делали, замораживаются, будущая шаурма, будущее, да, домер кебаб, ага, вон видно как раз, да, 5 килограмм, это 5 килограмм, вот бухты по 10 килограмм, мы побывали на производстве, видели как готовится продукт, а сейчас покажем зрителям, как он выглядит на прилавках магазина, мы сейчас находимся в магазине метро, да, вот продукция торговой марки Скотт Смит, вот так находится на прилавке, она упакована в безопасной вакуумной упаковке, что обеспечивает ее сохранность, сочность продукта и так далее, здесь безопасно, каждый житель, каждый покупатель может купить продукцию нашей торговой марки и наслаждаться ей дома. Расскажите об ассортименте, который здесь представлен. Это можно легко увидеть по надписям, но здесь достаточно широкий ассортимент представлен охлажденной продукции, вот в частности этот кусок, который держал, это была корейка с триплоин в этом ряду, это грудная часть, лопатка, задняя часть окорок, стейки альтернативные, о которых я говорил ранее, это мачете, фланг, широкий выбор для того, чтобы иметь хороший продукт, приготовленный дома. Что самое вкусное из этого всего? Ой, мне лично недавно, я для себя не так давно открыл, производим его давно, вот стейк мачете. Да, это альтернативный стейк, его соль, перец, на сковородочку пожарил и со спагетти, с рисом, очень вкусно. То есть это и вкусно и быстро готовится? И еще и недорого. Вот они, эти котлеты для бургеров, они хранятся здесь в отдельном морозильной камере. Давайте подскажем нашим зрителям, как правильно их готовить, потому что я дома готовила и немножко их пересушила, признаюсь честно. Все очень просто, на каждой упаковке есть инструкция, как их готовить. Она находится на обратной стороне. Читайте внимательно, две минуты всего лишь надо. Две минуты. И не переживайте, что вы не прожарите, не доготовите. У крупнорогатого скота и у человека нет общих болезней, поэтому кушайте говядину с удовольствием. Вот, шесть котлет для бургеров. Здесь же сразу можно купить шесть булочек для бургеров, сыр, чеддер, все, что нужно для наполнения дальше там на свой вкус и наслаждаться отличным бургером. И все. Всем приятного аппетита. Готовьте. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин